Начинаем с правил дорожного движения. С новых, а точнее хорошо забытых старых методов контроля. В Украине наконец-то уже в обозримом будущем обещают ввести систему автоматической видеофиксации. Как в Европе, с тысячами камер на дорогах и письмами счастья нарушителям. А пока на украинские трассы вернули трукамы, ручные камеры. Что теперь ждет водителей и готовы ли они ездить по правилам, а не за взятки свой лазейки в законах? Наша Елена Зорина проверила ситуацию на украинских дорогах. Езда под лазерным прицелом. Белый автомобиль на фарах. Средний ряд. Куда вы так поспешали? На новчане. Уже с этой недели. Гроза всех украинских водителей. Американский трукам снова на дорогах страны. Прибор, который измеряет скорость автомобиля и дисциплинирует любителей быстрой езды. По крайней мере, на это надеются полиции. Но как на самом деле будет на практике? Камеры повсюду. На светофорах, мостах, оживленных перекрестках. В Киеве порядка 300 штук. Они расположены над разными полосами, над разными направлениями движения. На одной почтовой площади камер штук 10. Они работают в режиме наблюдения. Автоматическая видеофиксация, которую так долго обещали в Украине и которая уже давно есть в Европе и Америке, теперь у нас законодательно разрешена. Осталось запустить. Но пока момент оттягивают, решили начать с малого. Камер в руках полицейских. Мы натискаем на гачок. На экране можете побачить крестик, который показывает скорость, как автомобиль вымирится. А также побачите цифры километра на годину. На данной карте сделается фиксация видеозаписов всех правопоручений, которые мы сделали за измену. И что далее с ней происходит? А далее эту флеш-карту мы отдаем в управление, где все видеозаписы скидываются на компьютер. Пылившиеся 4 года труками достали и снова пустили в работу. Полицейские официально открыли охоту на нарушителей. На трассах и в городе, где часто случаются аварии, места для приборов измерения определенные стационарные и вот такие ручные. За 3 часа мы зафиксировали 125 порушений. Перевышение до 55 км на годину. Отповедальность будет 255 гривен. За перевышение скорости больше 50 км на годину. То есть, если водитель двигается с скоростью больше 100 км на годину. Отповедальность в виде 510 гривен штрафа. Водители от такой инновации, мягко говоря, не в восторге. Хотя соглашаются, контроль нужен. Другое дело, как его будут осуществлять. Очень много аварий. Я думаю, что это правильное решение. В городе нужно ездить не больше 60, я так думаю. Будут брать деньги, все остальное будет. Вернемся к тому, от чего уходили. Весь город станет. Я думаю, они уже побоятся из кустов где-то вылазить. Спидометр занижен как минимум километров. То, что в машине показывают, это неправильно. Там километров 7-8 машина на самом деле меньше ездит. Измерители лучше предшественников убеждают полицейские. Погрешность минимальная. А вот добивают далеко, на 1200 метров. Газелька в крайне левой. Ваша швидкость является 77 километров на годину. Что есть перевышение. Сегодня мы вам сделаем попереджение. Но пока их 25 на всю страну. Хотя должно быть почти две сотни. Это не решит задачу снижения скорости. А если мы не решим задачу снижения скорости, не там стояли, не так стояли, не под тем знаком стояли, у вас не были включены. Ну, то есть кучу бутылки там находить, чтобы не платить штраф. И хотя в МВД убеждают приборы сертифицированы, результат, так сказать, налицо, юристы потирают руки. У нас определено измерение скорости в автоматическом режиме. В данном случае это, ну, можно сказать, вручном. В судах говорят, а протестовать подобные нарушения хоть и сложно, но возможно. Если есть какие-то возможные доказательства, что скорость его в момент ее измерения была другая, к примеру, это видеорегистратор, который также показывает скорость движения, тогда возникают сомнения в действительности, правдивости этих показаний Трукама. И есть тогда вот с чем идти в суд. Не через суды, так другим путем. Украинцы говорят, эксперты платить штрафы не приучены. К примеру, только половина тех, кого наказали за неправильную парковку в столице, раскаялись и заплатили. Могут появиться решалы, которые за определенную сумму смогут удалять эту информацию из базы, и вы просто не будете нарушителем. За какую-то сумму процентов 20-30-40 от штрафа будут решать эти вопросы. И так уже было, говорит Сергей. Он водитель с почти 30-летним стажем, знает, как ездят и штрафуют в Европе. Там не отвертишься. А в Украине в письма счастья, которые приходили несколько лет назад, он особо не вчитывался. У нас был лепший друг товарища, он работал адвокатом. Мы собирали все эти письма. Слава богу, их не так много было. Отдавали ему. Что с ними было дальше, никто никому неизвестно. Я так понимаю, решением суда эти штрафы аннулировались. Но штрафов ни я, ни мои товарищи, никто ни одного штрафа не заплатил. Новые письма счастья украинцы могут получать уже через полгода. А вот со следующей недели водителей гонщиков начнут штрафовать. На готове у полицейских и терминала платить можно будет на месте и в течение двух недель. Кто не успеет, заплатит вдвое больше. Некоторые водители уже начали задумываться о том, чтобы покупать специальные антирадары. Возможно, появится новый бизнес, продажи вот этих радаров и антирадаров. Не нарушать или искать лазейки? И как поведут себя люди в погонах, получив такие полномочия? Пока сказать сложно. Как и то, когда в Украине на дорогах будет так же безопасно, как в Европе. С момента фиксации нарушения до момента получения квитанции на оплату штрафа, вот в этой цепочке не должно быть человека. И кто бы ни был, то ли ты депутат, то ли ты президент, то ли ты обычный человек, да, если ты нарушил правила, ты должен заплатить штраф. В планах 4000 камер по всей стране, на важных улицах и перекрестках. Почти миллиард гривен предусмотрен на автоматическую видеофиксацию уже в этом году. И половину денег от предстоящих штрафов в МВД предлагают так же направлять на развитие этой сети. Хотя водители уже сейчас уверены, гайки закрутят ненадолго. Или не для всех. Подождите, депутаты начнут ездить. И к ним начнут приходить письма счастья. Я думаю, их ненадолго хватит. Елена Зурина, Мария Анна Бурякова, Сергей Килимник, Виталий Коваленко и Сергей Еременко. Подробности недели телеканал Интер.